В Восточной Азии существует шокирующая кулинарная традиция поедать мозг еще живой обезьяны. Считается, что это помогает вылечиться от множества заболеваний и придает невероятную силу. Однако мало кто знает, что мы и сами совершаем каждый день нечто подобное. Речь идет о простой капусте, но какая связь между капустой и головным мозгом? Россия. Москва. Декабрь 2017 года. Всю столицу окутывает неприятный запах. Как потом выяснится, он пришел с мусорного перегона, где начались строительные работы. Когда же зловоние только появилось, люди оказались в замешательстве. Чем же так неприятно пахнет? Одни говорили тухлой капустой, другие называли запах трупной водью. По словам специалистов, перепутать несложно, ведь капуста – одно из немногих растений, которое разлагается во многом так же, как животное. Недаром в древности капусту вообще не считали растением. В Риме, например, полагали, что кочаны капусты – это торчащие из-под земли головы животных. Неужели капуста – неизученный вид животного? Но тогда насколько она разумна? И может ли кочан принимать решение? Что такое капуста на самом деле? Невозможно повторить природу. Ну, невозможно сделать искусственную капусту. Что связывает капусту с коммунизмом? Капуста в КНДР. И посмотрите, как там энергетика в эти атомные разработки пошла. Существуют ли разумные растения? Капуста, она, безусловно, себя защищает, оберегает. Какую тайну капусты знают индийские брахманы? Она является имплантом, внедрённым на планету извне. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Китайская Народная Республика. Гонконг. 1998 год. Газета «Эппл Дейли» впервые в истории публикует доказательства того, что блюдо из мозга ещё живой обезьяны вовсе не легенда. Журналисты побывали в одной из деревень провинции Гуан-Си на границе с Вьетнамом, где стали свидетелями отвратительного кулинарного ритуала. Посетители ресторана, среди которых были женщины и дети, с удовольствием ели мозг ещё живой обезьяны. По их словам, по вкусу блюдо напоминало соевый пудинг или варёную капусту. Кроме того, они говорили, что внешний мозг несчастной мартышки также напоминал им качан капусты. Вкушающие эту трапезу люди утверждают, что это как маленькая-маленькая капуста. То есть мы, вкушая капусту, мы тем самым вкушаем мозг. Сходство между капустой и мозгом млекопитающего очевидно для многих людей. Достаточно посмотреть на снимок МРТ головного мозга и качан капусты в разрезе. Капуста, конечно, на разрезе выглядит как мозг со множеством извилин. Средний качан капусты, который, белокачанный, который растёт у нас в природе, у нас на территории России, он по размеру как раз как средняя голова человека. Как это невероятно звучит, наши далёкие предки относились к поеданию капусты точно так же, как нынешние китайцы, к блюду из мозгов обезьяны. Собственно говоря, русское слово «капуста» происходит от латинского «капут», что означает «голова». А слово «капуста», «шапка» и «капюшон» на самом деле однокоренные. Кроме того, в нашей стране испокон веков и голову, и вилок капусты называли одним словом – качан. В русских посольствах не сносить головы, иди помой качан, то есть помой голову, освободи от ненужных мыслей. Плюс, как лист наслаивается, мысли тоже в голове, они имеют слойную структуру, то есть прямое отождествление именно с головой. Также на Руси часто сравнивали листья, окутывающие качан, с короной на голове. О загадочном сходстве капусты и мозга животного писали и античные ученые, проводившие первые в истории человечества анатомические опыты. Невероятное сходство человеческого мозга и капустного вилка удивляет и современных специалистов. Большую часть капусты составляют сочные листья, которые ученые соотносят с серым веществом головного мозга. Однако самое ценное в вилке – это кочерыжка, которую можно сравнить со стволом мозга и жесткие, но чрезвычайно полезные верхние листья. По мнению исследователей, они подобны коре головного мозга, отвечающей за мышления. Но самое удивительное в том, что так похожая на голову капуста оказывает чудесное действие на человеческую психику и нервную систему. Капуста нужна нашему мозгу. Такой вывод сделали ученые из Института здравоохранения Мэрилэнда. Они составили рейтинг еды, повышающий умственное развитие. Капуста вошла в пятерку лидеров. По многим параметрам она опередила такие важные для развития интеллекта продукты, как рыба и шпинат. В капусте, как заявляют врачи, содержится целый комплекс веществ, предназначенных именно для помощи нашему мозгу. Например, холин – вещество, которое непосредственно влияет на передачу нервных импульсов между нейронами. По словам медиков, если вам нужно активизировать работу мозга, шоколадный батончик не поможет. Другое дело капуста. Когда мы хотим что-то быстро выучить, иметь очень хорошую скорость реакции и вообще оставаться в таком нормальном, бодром, интеллектуальном состоянии и, соответственно, даже не раздражаться. Потому что, когда мы собрано сконцентрированы, то мы спокойны, уверены и достаточно большой объем информации нам доступен. Также капуста содержит фолиевую кислоту, которая стимулирует выработку так называемых гормонов счастья – дофамина и серотонина. Зеленые листья содержат медь, которая успокаивает мозг при нервных расстройствах. А также рибофлавин. Его недостаток вызывает головную боль. Недаром на Руси с ней боролись, прикладывая на лоб капустный лист. И это не все. Там практически полный набор тех необходимых компонентов, которые значительно более ценны, чем те же ноотропы. Сосуды расширяющие, укрепляющие, но не обладающие теми компонентами именно в таком синергизме. Потому что невозможно повторить природу. Ну, невозможно сделать искусственную капусту. Так же, как нельзя создать абсолютный аналог мозга. Может, не зря античные ученые полагали, что кочаны капусты – это головы не просто живых, а разумных существ. Звучит на первый взгляд безумно. Однако на самом деле тысячи ученых искренне уверены, что растения обладают полноценной нервной системой. Например, давно известно, что они могут чувствовать, переживать и привязываться к хозяину, словно кошки и собаки. Три полива не совершили. Растения нуждались в этом. Но они ждали вас. И потому что они знали, что у них хороший хозяин. Они даже чувствуют, что это уважительные причины. Дожидаются. И когда вы приедете, польете их все, и больше ничего от вас не нужно. Потому что я, по-моему, слава богу, приехал. И даже довольны тому, что с вами-то все в порядке. У многих из нас во время работы на дачном участке просыпается желание сказать что-то яблони или кусту смородины. По словам специалистов, ничего странного в этом нет. Растения так или иначе нас понимают. Не слова, конечно, но интонацию, с которой они произносятся. Надоело дерево, там плохо стало подносить. Там, например, яблони, да? Вот. Плодов мало. И тогда хозяин или хозяйка подходит к этому дереву. Он говорит, я тебя, да еще добавит крепкое слово, пилю. Не будешь ты расти, хватит. Что вы думаете? На следующий год происходит цветение. Напыление цветков. Урожай просто не знает, куда делать. Чем крепче ругань, тем лучше. И растение понимает это. Понимаете, в чем дело? Более того, растения, по словам многих биологов, способны к телепатии. А некоторые цветы даже могут раскрывать свои лепестки, почувствовав мысленный приказ своего хозяина. Такие случаи, когда мне срочно нужно были какие-то сделать фотографии и уехать с участка. Я далеко участок. А вот как раз фотографировать-то и нечего. Вот бутоны стоят, вот они, огромные бутоны. Я подхожу, думаю, давайте, мне осталось час до автобуса, чтобы мне вот уже успеть. И что вы думаете? Они как будто слышат. Они открывают свои лепестки, все разглаживаются, как будто кто-то утюгом подошел и быстро их выгладил. Часто мы недоумеваем, почему у одних людей комнатные цветы хорошо приживаются, а у других с первого же дня начинают чахнуть. На самом деле, по словам специалистов, это тоже связано с загадочным чувством растений, читать наши мысли и чувствовать эмоции. Люди, у которых холерический склад нервной деятельности, холерики, они много из себя выплескивают энергии, а энергия – это, опять же, много излучения. Вот они воздействуют на растения, как правило, очень позитивно. У флегматиков, меланхоликов растения чахнут, плохо растут. То, что у растений в том или ином виде существует нервная деятельность, было доказано экспериментально. Неоднократно приборы регистрировали, как в ответ на различные раздражения в клетках растений возникали электрические импульсы. Тропическая драцена не лжет. К такому выводу пришел американский ученый Клифф Бакстер. В 1966-м он решил исследовать это растение на детекторе лжи. В итоге, когда драцени причиняли вред или всего лишь намеревались сделать это, прибор регистрировал реакцию, схожую с человеческой. США, Сан-Диего. 2 февраля 1966 года. Знаменитый специалист по детекторам лжи, сотрудник ЦРУ Клифф Бакстер, ради любопытства прикрепил электроды полиграфа к листьям только что политого цветка. Неожиданно прибор начал вычерчивать хорошо знакомую Бакстеру под опросом кривую. Обычно ее трактуют как удивление испытуемого. После этого специалист поднес к листу драцены зажженную спичку. Самописец показал, что растение сильно испугано. Отличие от человеческой реакции было только в ее скорости. Если животное, например, уколоть, оно моментально ответит. Потому что центробежные, центростремительные силы, которые осуществляют вот эту ответную реакцию, они действуют буквально долей секунд какие-то. У растений ответная реакция на какое-то раздражение намного дольше, то есть она замедленная. Подобные опыты проводились и в нашей стране. СССР. Москва. Октябрь 1970 года. В газете «Правда» выходит статья об опытах в Тимирязевском институте. Там на полиграфе регистрировали реакцию ростков ржи, корни которых опускали в кипяток. По словам журналиста, растение просто кричало от боли. Есть у них чистая человеческая дрожь, что вот если его там опускаешь в кипяток, то он в фартном, как бы у человека, состоянии называл. То же самое и у наших растений. В дальнейшем ученым удалось доказать, что растения реагируют не только на механическое воздействие. Они отзываются и на действия, не имевшие к ним непосредственного отношения. Например, тот же Клифф Бакстер провел такой эксперимент. Он поставил рядом два горшка с комнатными растениями. Одно из них жестко выдернул с корнем из земли. И когда исследователь подошел ко второму цветку, детектор лжи показал страх. Как потом напишет Бакстер в своей знаменитой книге секретная жизнь растений, цветы, кусты и деревья болезненно реагируют на смерть любого живого существа. Но как такое может быть? Ведь у растений в принципе нет нервной системы. По мнению ученых, их клетки каким-то образом ощущают электромагнитные поля живых существ. Что такое биополе? Биополе – это совокупность всех излучений, которые появляются в процессе биохимических реакций. Это потенциалы какие-то электрические, которые и создают вокруг нас некую, как говорят, ауру, да? Или некоторое электромагнитное поле. Возле любого живого существа оно есть. Значит, растения и в самом деле могут чувствовать и реагировать на окружающий мир так же, как и животные. Тогда логично предположить, что за миллионы лет эволюции появились растения, которые обладают сознанием. Есть гипотеза, что вершиной эволюции среди растений как раз является белокочанная капуста. Смотрите далее. Я спросил у ясеня, есть ли доказательства того, что растения мыслят. Очевидно, капуста стала эволюционировать. Похмелье и капуста. Как спастись от абстинентного синдрома? Сильно газированные суточные щи. И похмелье исчезало. Законы привлекательности. Влияет ли капуста на размер женской груди? Капуста грудь увеличивает, если ее разрезать пополам и приложить. Есть гипотеза, что капуста – венец развития растений. Более того, является разумным существом. Дело не только в том, что в процессе развития она приобрела форму человеческого мозга. Уже много веков ботаники наблюдают у капусты крайне странные для растений свойства. Так удивительным образом вилок способен сам бороться с сырниками и вредителями. Самый главный вредитель у капусты – это, например, гусеницы, капустницы, бабочки. Есть еще некоторые насекомые, которые поражают капусту. Но, учитывая особенность капусты вырабатывать различные вещества, которые подавляют жизнедеятельность этих паразитов, капуста может сама себя защитить. Недавно ученые выяснили, что капуста может вырабатывать вещества, которые убивают вредные бактерии и плесневые грибы в диаметре нескольких десятков сантиметров вокруг ее корневой системы. Наши далекие предки знали – на поле после капусты прекрасно растут любые овощи. Более того, вилок может прогнать даже грызунов. Там, где растет капуста, там нет мышиных нор. То есть, если посмотреть на огороде, то есть там, где морковка, там может быть мышиная нора. А капуста, она, безусловно, себя защищает, оберегает. Биолог Татьяна Грязнева провела собственное исследование и неожиданно обнаружила в корневой системе капусты клубеньковые бактерии, которые обычно в симбиозе с капустой не живут. Это очень ценные микроорганизмы. Помимо того, что они помогают растению бороться с вредителями, они еще и служат для него удобрением. Эти бактерии способны усваивать из воздуха азот. То есть, не нужно удобрения никакие даже, никакие подкормки. В данном случае, то есть, эти бактерии могут передать этот азот растению, образуя на корешках вот эти клубеньки, такие, ну, опухоли по своей сути, которые не приносят вреда растению. Некоторые ученые считают, что капуста может то, на что способно только разумное существо. Она умеет приспосабливаться к стремительно меняющимся обстоятельствам. Дело в том, что это растение, по словам наших экспертов, способно самостоятельно избавляться от измененных генов. Шведские ученые сообщили всему миру, что они получили трансгенную капусту, устойчивую к болезням и дающую высокий урожай. Но на сегодняшний день этой такой капусты у нас нет на рынке, потому что капуста старается избавиться от и встроенных генов, и старается избавиться от сломанных участков ДНК, если вырезали какой-то ген. Капуста оказалась такая вот уникальная, что никак не получается из этого растения сделать генетического монстра. Кстати, многие из нас удивятся, во что превращается совершенно обычная капуста без всяких генетических модификаций, если осенью оставить кочерыжку в земле. Дело в том, что белокочанная капуста – двухлетнее растение. В первый год она образует кочан. На второй – стебель с желтыми цветами высотой до полутора метров, а у некоторых сортов даже выше. Мебель и трости из капусты. Эти предметы обихода создают из джерсийского сорта растения. Высота такой капусты достигает 4 метров и отдаленно напоминает пальму. Плотный ствол с листьями на верхушке. Растет она на острове Джерси в проливе Ла-Манш. В начале десятых годов 21 века становятся известны сенсационные результаты компьютерной расшифровки рукописей древнеиндийских брахманов. Научный мир в шоке. Привычное нам растение капуста называется в этих трактатах разумным существом. Но зачем в таком случае брахманы, считающие любую жизнь священной и никогда не употребляющие в пищу животных, охотно поедали капусту? Брахманы в Индии верили, что капусту боги создали, чтобы с ее помощью не просто передавать людям волю Вселенной, но и изменять людей, чей ум испорчен грехом. Но высшие силы никого не заставляют приносить себя в жертву. Всему творению дается свобода воля. Поэтому капусте был дан разум. Ну, не каждому отдельному кочану, конечно же, а как бы всему виду. И капусту сознательно избрала, чтобы люди ее поедали. Если верить этой теории, то получается, что мы регулярно поедаем разумное существо в вареном, тушеном и квашеном виде. Но возникает главный вопрос. Какую именно информацию передает нам капуста? И тут существуют две версии. Первая основана на том, что сразу в нескольких языках, в том числе и в русском, капустой называют «деньги». Более того, слова «капуста» и «капитал» однокоренные. Такие совпадения не могут не настораживать. По мнению исследователей, они говорят о невероятном факте. Овощи после того, как мы их съедаем, обретают совсем другое воплощение. Они становятся деньгами, а по сути – современными богами. Есть нечто мистическое, есть нечто особенное в деньгах, во власти, которые дают деньги. А вернее, в иллюзии, которые они дают человеку. Иллюзия того, что на деньги можно приобрести все, приобрести влияние, приобрести даже здоровье. Иллюзия того, что деньги дают на самом деле победу над самым главным, победу над смертью. По словам наших экспертов, примерно то же, что произошло с капустой, описывает в своем знаменитом романе «Дженерэйшн Пи» Виктор Пелевин. Там рассказывается, как древние шумерские боги продолжают существование в современном мире в виде денег. А многие писатели, философы, фантасты утверждают, что древние боги, претерпев различные, они превратились во что? В деньги, в метафизический такой элемент, в деньги. Поскольку раньше они, древние цари и боги, правили миром, а сейчас правит миром другое божество под названием «капуста» или «деньги». О том, что капуста стала своего рода божеством, приносящим деньги, хорошо знают в Китае. В КНР она является символом богатства. Слово «капуста» имеет такое же произношение, как слова «деньги» или «богатство» – «цай». Миллиарды китайцев включают ее в меню новогоднего стола, как знак надежды на благоприятный в финансовом отношении Новый год. В китайской культуре богам богатства приписывалось особое воздействие на жизнь человека. То есть такой человек будет всегда успешен. И вот такого бога, который можно приобрести сейчас в каких-нибудь ларьках у нас, в небольших магазинах для сувениров. И вот он, наблюдая за неудачами, каким-то образом превращает их в успех, в денежный в том числе успех. Статуэтки капусты из нефрита считаются в Китае лучшим подарком. При этом, вручая их, важно держать капусту корешком от себя, чтобы она указывала на сердце и на нагрудный карман того, кто получает подарок. Впрочем, есть и другая версия, зачем разумная капуста добровольно идет в пищу людям. Многие конспирологи считают, что главная цель обладающих сознанием овощей – это развитие человечества. Существует масса доказательств того, что регулярное употребление капусты в пищу и в самом деле способствует общественному прогрессу. Во-первых, капуста непосредственно влияет на трезвость нации. Это свойство обнаружили еще древние греки. Обратили внимание, что если капусту посадишь рядом с виноградом, то рано или поздно виноград будет сначала постепенно, лоза отклоняться, отклоняться, а потом она будет исчезать. Греческих ученых и философов не удивляло такое поведение капусты. В древнегреческой мифологии капустой стали слезы фракийского царя Ликурга, яростного противника алкоголя. Он сражался с Дионисом до последнего, но так и не смог победить бога виноделия. Боди в наказание за то, что он посягнул на святое, посягнул на виноградную лозу и посягнул на радость, которую она приносит людям в виде вина, лишили его разума. И Ликург в порыве безумия, видя везде своего врага, виноградную лозу, начал махать мечом, отрубил себе ногу, изрубил своего любимого сына. В итоге, увидев это, ужаснулся, плакал. И горькие слезы, которые падали на землю, превращались в кочаны капусты. Почему скажут кочаны капусты? Потому что капуста – естественный враг виноградной войзы. Именно древние греки обнаружили способность капусты устранять алкогольное похмелье. Особенно квашеный. Это средство борьбы с последствиями пьянства через Византию попало и в Россию. В России считалось, что лучшее средство похмелья – это выпить знаменитые щи газированные, которые у нас на хитровке, на развалах продавались. Вот представляете, бутылка из-под шампанского, туда сильно газированные суточные щи. И похмелье исчезало. Впрочем, есть версия, что кислыми щами называли напиток из мёда и солода, что-то вроде кваса. А для снятия похмелья использовали другой, популярный и по сей день рассол из квашеной капусты. Современные врачи подтверждают, он и в самом деле обладает чудодейственными свойствами. Почему голова светлеет после употребления капустного рассола? Вот потому что снижается вот это как раз токсическое действие на головной мозг, на печень. То есть чистится, по сути, вообще кровь. И, в принципе, всё это заслуга квашеной капусты. Более того, на Руси открыли рецепт предотвращения похмелья. Для этого квашеную капусту стали ставить на стол как угощение во время распития спиртных напитков. Крестьяне. Они часто закусывали её именно квашеной капустой для того, чтобы хоть как-то быть в нормальном состоянии и быстро отходить от алкогольного опьянения. Да, действительно, капуста обладает такими свойствами. Более того, есть гипотеза, что регулярное употребление капусты вообще отбивает желание выпить. Так считают многие современные врачи. Хотя впервые эта идея пришла в голову ещё античным правителям. По некоторым данным, капусту очень любили в аскетичной спарте. В виноградной лозе, которая приносит удовольствие людям, был поставлен плод другой овощи, который приносит не удовольствие, а пользу людям. Это плод был капустой. Регулярное употребление капусты делает общество не только трезвым, но и здоровым. По мнению учёных, капуста непосредственным образом влияет на продолжительность жизни. Квашеная капуста убивает раковые клетки. К такому выводу пришли финские учёные после того, как провели опыты на хомяках. Грызунов кормили квашеной капустой, и это подавило у них рост раковых клеток. Может быть, именно из капусты создадут лекарства от самой страшной болезни нашего времени. Капуста содержит одно из главных природных средств, предотвращающих риск развития злокачественных опухолей – антиоксиданты. В том числе главный из них – витамин С. Мало кто знает, что в капусте его содержится больше, чем в лимонах. А в квашеной капусте его даже больше, чем в свежей. Если капуста свежая, это растение, оно такое воздушное, листочки такие воздушные, воды в них, как говорится, в одном листочке не очень мало, но когда три листочка, да еще когда утрамбуешь ее. То есть в одном грамме свежей капусты питательных веществ меньше, чем в одном грамме квашеной капусты. Конечно, уже здесь происходит концентрация. Во время закваски происходят сложные химические реакции, и аскорбиновой кислоты становится больше, чем было в свежих листьях. На Руси умели максимально насыщать квашеную капусту витаминами. Для этого в нее добавляли ягоды, клюкву и бруснику. При заквашивании они очень хорошо друг друга дополняли. То есть, с одной стороны, было большое количество витамина С, он закреплялся, и в то же время сама капуста тоже немало содержала полезных витаминов, различные группы, которые, собственно, позволяли человеку в северном регионе, где мало солнца, при этом хорошо выглядеть и здорово питаться. Кроме того, в капусте содержатся изоцианиды – вещества, которые борются с гормонозависимыми опухолями. Также в капусте, особенно в брокколи, есть сульфарафан – соединение, обладающее уникальной способностью блокировать деление раковых клеток. Он предотвращает её кровеснабжение, поэтому препятствует метастазированию, вообще её как бы приживанию, вот, и она начинает саморазрушаться, потенцирует собственную антиоксидантную защиту. По словам медиков, содержащиеся в капусте полезные вещества для людей старше 40 – просто панацея. Блюда из капусты служат хорошей профилактикой диабета и склероза. Они обладают лёгким мочегонным эффектом, следственно, снижают давление. Капусту убивает хеликобактер – микроорганизм, вызывающий язву желудка. В хачанах есть магний и калий, которые укрепляют сердечную мышцу и капилляры. Именно здоровье капилляров – это вообще здоровье человека, потому что капилляры, они несут кислород и питательные вещества вот именно в удалённые части тела, да. И, собственно говоря, поэтому, употребляя капусту, мы можем очень долго сохранить здоровье. Ну, можно сказать, что это такой наш российский суперфуд. Выходит, регулярное употребление капусты делает людей более трезвыми, здоровыми и позволяет нам жить дольше. Вырисовывается картина идеального социума. Однако это ещё не всё. Капуста, по словам специалистов, делает нас краше. Во-первых, она способствует похудению. Во-вторых, в хачанах мало калорий. А в-третьих, капуста снижает гликемический индекс других продуктов, то есть делает углеводы, которые мы употребляем, не такими вредными. Есть и другие, способствующие похудению свойства, благодаря которым, например, в Корее маринованную капусту, кимчи, едят вместо хлеба. Пока ждёшь основного блюда, уже насыщаешься. Он подавляет сразу выработку гормона грелина. Это гормон голода за счёт того, что как раз грелин вырабатывается в желудке. И желудок наполнен, всё. Уже голода как такового нет. Живот от капустной диеты уменьшается. А вот другие части тела, которые дополнительным объёмом только украшают, растут. Речь идёт о популярном народном поверье. Капуста увеличивает грудь. Этот бабушкин рецепт не шутка. Исследования учёных подтвердили. Во время полового созревания капуста действительно может оказать стимулирующее действие на растущую молочную железу. Но на созревший организм подобного влияния она уже не оказывает. Неужели влияние капусты на рост груди – это всё-таки не миф? Долгое время считалось, что это поверье возникло исключительно из-за внешнего сходства молочных желёз с кочанами капусты. Считалось, что в славянской мифологии, что чем больше у женщины грудь, тем больше она может зарастить детей и накормить. И, собственно, одна из богинь славянских, она изображается с большой грудью, потому что, собственно, она является праматерью. И, собственно, таким образом изображение, ну, как бы, ну, это прямая ассоциация, как бы, тоже с овощем капусты. В 20 веке, когда биохимики изучили основные вещества, входящие в состав капусты, версия о влиянии капусты на размер бюста стала считаться предрассудком. И гипотеза о связи между капустной диетой и ростом груди стала анекдотом. Как мы всё время смеёмся, да, наверное, капуста грудь увеличивает, если её разрезать пополам, да, и приложить. Однако позже выяснилось, что наши предки не ошибались. Зависимость между капустой в рационе и впечатляющих формах всё-таки есть. Смотрите далее. Вопрос века. Увеличивает капуста грудь или нет? Она очень хорошо затрагивает гормональную систему. Тайное оружие Ким Чен Ина. Как связана капуста и ядерное оружие? Развиваются какие-то атомные проекты, ракетные проекты. Великая теория заговора. Находят ли детей в капусте? Ребёнок начинает эти листья, значит, обделять, смотреть, нет ли там таких же малышей. Современные исследования выявили, что в капусте содержатся определённые ингредиенты, которые действительно способствуют росту груди в период полового созревания. Это карбинолы. Они способствуют выработке женского полового гормона эстрогена. Она очень хорошо затрагивает гормональную систему, особенно женскую гормональную систему. Всё, что связано именно с женскими половыми гормонами, да, и тем же эстрогеном, это главный гормон, который отвечает за женскую красоту. И главное, чем больше эстрогена в женском организме, тем больше фигура женщины напоминает фигуру именно женщины. То есть у неё как раз появляется талия, у неё действительно появляется грудь, у неё появляются бёдра. По словам специалистов, капуста вряд ли сможет чудесным образом увеличить грудь на три размера, но поможет ей развиться максимально, исходя из генетической предрасположенности. Капуста делает крашу не только людей, но и мир вокруг. Её декоративные сорта весьма неприхотливы по сравнению со многими садовыми цветами. Могут быть украшения любого сада, бордюры, дорожек, клумбы какие-то, ну, любые посадки какие только могут быть, до хороших морозов, потому что минус 9 градусов эти декоративные капусты переносят. Эта капуста, пожалуйста, радует до декабря месяца. Это точно любого садовода, цветовода очень красивый. Украшая мир, оздоравливая людей, капуста, естественно, влияет и на душевные качества человека. Недаром этот овощ занимает важную роль во многих мировых религиях. Буддисты сравнивают капусту с мандалой, сложным геометрическим рисунком своего рода карты космоса. Есть гипотеза, что манера христианских священников носить много слоев одежды также имеет прямую связь с капустой. Любят капусту и индийские брахманы. Индийские брахманы видят капусту как символ, который объединяет субъект и объект. Вот эту вот метафизическую связь. Капуста развивает такие качества, как спокойствие, невозмутимость, уверенность в собственных силах. Недаром многие историки говорят, что капустный отвар давал перед боем своим солдатам Александр Македонский. Раньше полагали, что это делалось по большей части для дезинфекции воды. Македонский просто боялся отравления солдат, потому что когда они находят, ну, пьют другую воду, еще что-то, колодцы могли быть отравлены, еще что-то. Вот, то есть это как бы в целях безопасности просто была команда дана, и, собственно, люди пили вот этот отвар. Однако последние исследования выяснили, что не все так просто. Капуста настолько полна микроэлементами, что способна не только дам делать женственнее, но и положительно влиять на традиционно мужские качества. Сульфорафан, ну, о котором, конечно, во время на Александра Македонского, скорее всего, не знали, он еще и потенциирует выработку тестостерона. А как мы знаем, тестостерон, то есть это главный мужской андроген, гормон, который отвечает за мужественность, за храбрость, за решительность, ну, вообще за те мужественные черты, которые присущи мужчине. Мало кто знает, что секрет отвара македонского используют и современные домашние хозяйки. По словам специалистов, храбрость и решительность современным мужчинам дает борщ, в состав которого обязательно должна входить капуста. В древних учениях созидательная энергия – это энергия действия, это всегда мужская энергия. Поэтому капуста дает мужчинам особую энергетику, не энергию тела, а энергию духа. Недаром в народе считается, что борщ не просто насыщает мужчину, но дает ему желание к созидательному труду. Также, по словам специалистов, поистине сверхсилу давало нашим предкам другое блюдо – щи. И все потому, что в нем капусты еще больше, чем в борще. На Руси славились былинные вот эти вот богатыри, да, и говорилось всегда, у богатырей было принято говорить, щи да каша – сила наша, да, сами щи. Это такой северный продукт, который позволял по максимуму сохранить питательные свойства капусты. Секрет возникновения рецепта традиционных славянских супов из капусты теряется в глубине веков. У специалистов даже есть версия, что Александр Македонский кормил своих воинов не просто капустным отваром, а именно борщом и щами. Есть сравнение с традиционными нашими вот русскими богатырями, да, которые, собственно, на цельнозерновых кашах выросли, вот на этих щах ставленных и борщах. Действительно, сила была богатырская. И допустить о том, что воины действительно восстанавливают силы, это, скорее всего, было действительно так. Многие исследователи, изучив совокупный эффект от действия капусты, утверждают, улучшая человеческую природу, она способствует глобальным и, что важно, позитивным общественным преобразованиям. Есть гипотеза, что вовсе не партия Ленина, а капуста ведет человечество к торжеству коммунизма. Вот Россия много капусты потребляла, и эта энергетика, заложенная в этом продукте, перелывалась волшебным, таинственным образом в энергетику массы. И получилось коммунистическое общество. Принято считать, что Первомай стал одним из главных социалистических праздников, потому что в этот день, в 1886 году, в Чикаго произошла малозначимая демонстрация рабочих анархистов. На самом деле, 1 мая в древности отмечали день капусты. Согласно легенде, именно в этот день, в 305 году нашей эры, римский император Диоклетиан отказался от власти и стал выращивать капусту в своем поместье. И когда ему было сказано, что, мол, как ты мог покинуть трон, он отец сказал, вы никогда бы не бросили мне в глаза этот упрек, если бы увидели, какую капусту я выращиваю. Капуста, по мнению историков, очень прочно связана с коммунистическим движением. Так известно, что главным блюдом на подпольных собраниях российских революционеров были пироги с капустой. Смотрите далее. Как капуста попала на землю? Вполне можно говорить о том, что такие растения создавались искусственно. Детки в грядке. Откуда на самом деле берутся дети? Дитя в раннем возрасте интересуется, откуда он появился. Из веточ коммунизма. Как капуста помогает строить идеальное общество? Это одна из огромных коммунистических держав современного мира. Сторонники теории о том, что капуста обладает разумом, считают, что овощи намеренно идут к нам в пищу, чтобы помочь людям создать новый мир, разумный и справедливый. По мнению наших экспертов, эта гипотеза нашла отражение в известной каждому ребенку легенде о том, что детей находят в капусте. Когда, допустим, ребенок или дитя в раннем возрасте интересуется, откуда он появился, то родители говорят о том, что в капусте нашли. Ребенок, когда верит в эту историю, он что, идет в поле, где растет эта капуста, и начинает эти листья, значит, обделять, смотреть, нет ли там таких же малышей. Многие думают, что эта аналогия построена исключительно на том, что большой качан капусты похож на живот беременной женщины. Однако, как полагают современные исследователи, детей в некотором смысле и в самом деле находят в капусте. По их словам, это достаточно точная метафора того, что капуста способствует рождению нового человека. Недаром на территории бывшего Советского Союза этой, казалось бы, детской сказке посвящено так много памятников. Есть такое заблуждение, что для мужской силы нужно есть мясо. Но, однако, обилие мясной пищи не вызвало в современной Европе всплескорождаемости, а наоборот. А теперь вспомните, какие многодетные семьи были раньше на Руси у кого? У крестьян, которые мясо не ели, ели редко, а капусту каждый день. Кстати, капусту еще предписывалось есть во время поста для освобождения от страстей и просвещения вашей души. Кстати, недавно ученые выяснили, что это не просто метафора. Капуста и в самом деле может давать свет. Неужели она скоро составит конкуренцию электричеству? Качан капусты вместо настольной лампы. Такой способ применения капусты разработали ученые из Массачусетского технологического университета. Они внедрили в листья специальные наночастицы. В результате капуста около четырех часов излучала тусклый свет. Как считают историки, проблемы, с которыми столкнулась наша страна в 90-е годы, как раз были связаны с тем, что в стране резко сократилось потребление капусты. Зато в это же время оно существенно выросло в Китае. И примерно тогда же в стране начался бурный экономический рост. Если посмотреть на страны, где еще не отказались от строительства коммунистического общества, на тот же Китай, Вьетнам или Северную Корею, мы увидим, что везде капуста является одним из основных блюд. Капуста в Китае. Потребление. Это одна из огромных коммунистических держав современного мира. Капуста в КНДР. И посмотрите, как там энергетика в эти атомные разработки пошла. Энергетика, нельзя сказать, лидера. Энергетика всего народа. Вот что дается капуста. В Северной Корее, несмотря на всеобщую бедность, люди уверены в завтрашнем дне, что, по некоторым данным, является прямым следствием активного потребления капусты. Развиваются какие-то атомные проекты, ракетные проекты, которые тоже народу принесут счастье. Поскольку я подчеркнул, счастье и потребление – это две вещи несовместные. Потому что зачастую многопотребляющий человек, и у него большая корзина или шкала потребления, он не всегда счастлив. И может быть, наоборот. В странах Восточной Азии их традиционная капуста, называемая в нашей стране китайской, считается необычайно полезной. Может, и россиянам стоит на нее перейти? Но биологи считают, не надо гнаться за экзотикой. Самая полезная капуста – та, которая растет в вашем регионе. Для россиян – это белокочанная. Она для нас традиционно привычна по вкусу. Она в нашей климатической зоне растет, соответственно, вбирая в себя те микро-макроэлементы, те компоненты, которые нам нужны, так как мы вместе с капустой в этой зоне. Так почему же капуста развивает человеческое общество? Исключительно из альтруизма? Увы, считают исследователи, чистый альтруизм не присущ ни людям, ни овощам. Есть гипотеза, что у разумных растений уже много веков есть относительно человечества некий глобальный план. Чтобы понять его, считают историки, надо вернуться в далекое прошлое, когда наши далекие предки впервые с ней познакомились. Капуста родом из космоса. Это одно из немногих растений на планете, у которого так и не найден дикорастущий родич. До сих пор ученым неизвестно, где она появилась впервые, как ее культивировали, а главное, кто. Белокочанная капуста издревле росла на территории Средиземноморья. Китайская капуста в Восточной Азии. При этом многие биологи утверждают, что дикорастущий родич капусты так и не найден. Есть даже гипотеза, что капуста прибыла к нам с других планет. В природе не найдено ее дикого аналога, и, соответственно, можно смело утверждать, что она является имплантом, внедренным на планету извне. Она, конечно, говорит о процессе постоянной помощи, которую получают человеческий род от своих кураторов. По одной из гипотез, много тысячелетий назад чрезвычайно полезные растения, в том числе и капусту, в качестве гуманитарной помощи доставила на Землю некая высокотехнологичная цивилизация. Неизвестно, по какой причине, таинственные кураторы больше на Землю не прилетали. А дальше начинается самое невероятное. По мнению исследователей, оставленные инопланетянами на Земле растения за миллионы лет эволюции мутировали и стали влиять на человечество. Велки помогают людям развиваться, здороветь, совершенствоваться. Вероятно, их задача – помочь людям овладеть технологиями полетов в космос. Возможно, таким образом разумные растения хотят вернуться на свою космическую родину. В это сложно поверить, но, судя по всему, их план близится к осуществлению. Американцы готовятся выращивать капусту на Луне. По некоторым данным, в мини-теплицах на лунных станциях планируют сеять семена брюссельской белокочанной капусты. Считается, что эти культуры выбрали за их пищевую ценность и скорость роста. Впрочем, возможно, всей правды биологи не говорят. По мнению конспирологов, именно капуста помогает человечеству развиваться для того, чтобы рано или поздно вернуться на свою космическую родину. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграм, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова